Сегодня я также хочу записать видео, посвященное тоже грустному очень событию, грустному, потому что мы вот славим героев Отечества нашего, светлая память тем, кого нет, кто ушел, кому награды посмертно выдаются их семьям и потомкам. А есть еще такой день, который вчера, я не стал воскресенье описывать, а вот 9 декабря в субботу в 2023 году, значит, есть такой международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. То есть, вот такое длинное название, не совсем с точки зрения русского языка понятное, но если сократить, то день памяти жертв геноцида, преступления геноцида, уничтожения людей определенной нации. Естественно, что заслуга этого дня, он отмечается, значит, с 2015 года, то есть 8 лет подряд. Заслуга этого дня, борьбы с геноцидом, чествования героев, пострадавших от них, значит, и предотвращение этого преступления, это заслуга армян. Потому что именно в 2015 году отмечалось столетие, значит, геноцида армян турецкой Османской империи. И несмотря на протесты турок и стран исламских, которые не поддержали эту идею, ООН, Генеральная Ассамблея в сентябре 2015 года постановила провозгласить 9 декабря этим днем борьбы с геноцидом. То есть армяне пролоббировали слово геноцид, чтобы оно отныне и навсегда до конца времен звучало как день борьбы с геноцидом. Потому что Холокост – это Холокост, это другая история, а вот именно геноцид национальности, значит, вот этого не было до этого времени в истории человечества. И вот 8 лет назад это случилось. Почему? Потому что именно 9 декабря 1948 году была принята конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Вот тогда это пролоббировали евреи в память о Холокосте. Но отталкиваясь от этой даты, была провозглашена новая история, вот этот день международной памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждений этого преступления. Именно чествование их достоинства. Тут еще армяне сделали так, чтобы не было уничижения этих жертв, что они там виноваты, такие раз такие были. Как турки утверждали, что вот армян догнали, почему они поддерживали Российскую империю в войне против Османской империи. И, значит, турки в тылу, в своем, значит, убирали перспективных своих врагов просто методом изгнания, преследования и истребления, то есть геноцида. И вот красиво так вот назвали с достоинством и предупреждение этого преступления, чтобы нигде больше на земле геноцид не начался. Нам эта конвенция России помогает возобновлять дела о геноциде. И вообще эта конвенция, хотя вот мало кто о ней знает, 8 лет всего прошло, как она утверждена, позволяет теперь открывать дела о геноциде. Белорусам за истребление народа, немцами, нам тоже мы заводим дела такие уже несколько лет подряд, есть такие прецеденты, прям так и называется о геноциде, то есть у нас статья есть в уголовном кодексе. Значит, эта резолюция была принята 80 странами, как видите малым числом, но сама конвенция не голосовалась и поэтому все 193 страны ООН подтвердили принятие резолюции и теперь несут ответственность в предупреждении геноцида на своей территории. То есть армяне и тут молодцы сделали. Они понимали, что не наберут половины стран, собрали хотя бы 80 государств, это больше трети, больше, значит, больше половины. И, значит, заставили ООН вот эту конвенцию без голосования принять. Ну, голосование бы показало, что все исламские страны бы отказались, поддержав Турцию, там другие какие-то. Мы поддержали геноцид, вот эту конвенцию подписала Россия, мы признаем геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Франция, там много-много государств. Это целая история, сколько государств принимало эту конвенцию, эту резолюцию. Вот, так что теперь это все перейдет обратно в Израиль. То есть сейчас позволяет эта конвенция, принятая 8 лет назад, обвинить Израиль в геноциде палестинского народа. И я думаю, это будет сделано обязательно. Украинцы попытаются подтянуть это все. Голодомор у них не получился. Геноцидом они не смогли это назвать, понимаете, не хватило доказательств. Просто придумали эту вот фишку, голодомор. Там некоторые страны поддержали. Вот, но они будут пытаться после даже поражения своего ВСВО, а то, что поражение будут, все уже прекрасно понимают. Тут уже прогнозировать даже не нужно. К бабке, как говорится, не ходи. Все и так понятно. И вот они тоже попытаются, значит, по геноциду это все организовать. Что русские истребили украинский народ, геноцид и все такое. Вот уже две кандидатуры. Израиль за палестинцев и мы, якобы, за украинцев. Это то, что ждет, по моему прогнозу, ближайшие несколько лет. Судя по дате до декабря 26-го года, повестка дня геноцид не будет сходить с международной ленты новостей, со страниц журналов газет и телевидения и радио. Тема геноцида. Потому что этот день борьбы с ним пришелся на субботу в этом году. Поминальная точка такая. И мы движемся к юбилейному, к 2025-му. 110 лет со дня геноцида армянского народа будет. И армяне наверняка воспользуются этой датой, чтобы еще раз всем напомнить, что творили турки-османы в годы Первой мировой войны. И то армяне пролоббируют после тем более событий неудачной войны 20-го года и последующих событий 22-го с Азербайджаном. И будет лоббировать раскрутку этой истории дальше, чтобы больше стран подписалось под признанием геноцида армян. Это все вот к 2025-му году будет раскручиваться. И тема вот теперь... Армяне 100% первыми поддержат обвинение евреев в геноциде палестинцев в войне в Газе. Потому что сейчас все. ООН подключается. Там погибло очень много сотрудников. Международная организация здравоохранения. Там очень много врачей погибло. Религиозная организация и так далее и тому подобное. Так что первое под удар попадет Израиль. Это будет очень серьезная проблема. Признание Израиля виновным в геноциде палестинского народа. Под предлогом... А предлог всегда какой-то есть. Мы знаем. Любой предлог можно организовать, придумать. А там уже раскручивается маховик, который не остановить. Так что прогноз на ближайший период до декабря 26-го года по теме геноцида отрицательный, плохой. Тема будет доминирующей. И две кандидатуры уже есть. Нас будут украинцы обвинять. А весь мир евреев, Израиль в геноциде палестинского народа. В секторе газа. Но там еще наберут информацию историческую. Как иудеи истребляли палестинцев на территориях. Все там подверстает. Изгнание, шантаж, скупка земель, захват территорий. Там все подверстает. Вот такой прогноз. Ставим лайки, подписываемся. Распространяйте это видео. Это все в конве событий. И приближающие гостя Высокосного 24-го года. События нарастают. Движение пошло. И мы будем иметь, конечно, очень серьезные, интересные, драматические события в 24-м году. И жду на приеме. Идем дальше.